25 самарских художников представили на суд самарскому зрителю 30 работ. Одна из них принадлежит кисти Галины Кравцовой. Девушка вдохновилась историей фильма «Стражи галактик» и изобразила кассету с музыкой 80-х в бесконечности. Это мой самый наилюбимейший фильм и все, что связано с космосом, это в принципе моя стихия. Стимул для рисования и саморазвития, соответственно для художника это самое главное, саморазвитие. Потому что если мы будем стоять на одном месте, мы дальше не продвинемся. Картины Галины наряду с картинами других художников украсила стенды Самарской областной библиотеки на выставке «Воспоминания о будущем», приуроченной Дню космонавтики. Свои работы предоставили как дети, так и взрослые. Самому юному мастеру 6 лет. Картины выполнены в самых разных стилях. Здесь и карандашная графика, и акварель, и гуашь, и акрил, и масло. Есть даже коллажи. Объединяет холсты видение самарских творцов. Ведь проживая в городе на Средней Волге, практически космической столице России, им есть что изобразить. В этих работах у нас есть две ракеты, которые точно повторяют вот этот наш монумент ракеты, который стоит на проспекте Ленина. То есть, конечно, близость к этим объектам, она и формирует интерес. Люди не только фантазируют о какой-нибудь планете с семью солнцами, а вполне реально представляют, что вот это наши соотечественники работают на околоземной орбите. Космос в Самаре очень близок, и мы это наблюдаем в том числе и в работах и детей, и взрослых. Помимо картин самарских художников, на выставке представлены ретро-открытки на космическую тематику. Часть работ вышли из-под кисти Алексея Леонова, который начал писать после полета в космос. Прийти на выставку и посмотреть на работу мастеров можно уже сейчас. Она будет работать до конца месяца. А 12 апреля, в День космонавтики, авторов выставленных картин в торжественной обстановке наградят дипломами. Ольга Волкова, Мария Левина, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова